Музыка На речке, на речке, на том бережочке Мыло Марусенька белые ноги Очень трудно объяснить, почему Евгений Павлович Леонов так много значит в жизни каждого из нас Можно сказать, потому что Леонов великий русский артист Но тут же возникает ряд великих русских артистов Можно сказать, потому что Леонов выдающийся комик Но и комиков, выдающихся, мы знаем немало Можно сказать, потому что Леонову одинаково подвластны были и трагедия, и комедия Но были и такие, вообще были все Любимые, знаменитые, талантливые Были те, в которых влюблялись, которыми гордились, которыми восхищались Евгений Павлович Леонов Невысокий, толстый, с юности лысый Отнюдь не красавец С крепловатым голосом И не самой лучшей в мире дикцией Отвечался от всех только одним Он был для каждого из нас родным Очень он сердился одно время, что его воспринимают в основном как Винни-Пуха На самом деле, ведь в книжке Винни-Пух совершенно другой Он худой И вот такой медведь, такой немягкий Жестко набитый такими опилками, как следует Потому что нарисован он был под Евгений Павлович Ведь все теперь воспринимают Винни-Пуха именно таким Если я чешу в запилке, не беда В голове моей опилке, да, да, да Но хотят-то мы и опилки, но кричалки и в опилке, а также шумелки, постелки и запилки Сочиняю я неплохо иногда, да Он был любим всеми возрастами Всеми Начиная от Винни-Пуха, понимаете, и кончая пасть порву моргал и выколю И пусть канается отсюда, а то ему рога подшибаю, пасть порву моргал и выколю Всю жизнь работать на лекарства будешь Сарделька, сосиска, редиска, новохудоносор, петух гамбургский Так бы и сказал Его, конечно, воспринимали очень многие люди, что называется, простые зрители, нормальные Как балагура, как весельчака, который вообще, так сказать, занимается только тем, что пьет водку И рассказывает разные байки, анекдоты К нему просто бросались люди, как к родному человеку, естественно, предложением выпить Отчего он очень так вежливый, не обижая их, всегда уходил и никогда не отмахивался Я от него отходил метров на 8, на 10, потому что все тыкали пальцы Мне это очень не нравилось, раздражало это повышенное внимание Ну, иногда вот мы приезжали в какие-то вот, ну, там вот, степи Калмыкии или Киргизии И там вот люди, особенно детвора, еще издалека, еще вот кричали Доцент приехал, доцент приехал Он стоит за кулисами, я вдруг вижу, он достает бутылку водки И пьет Я обалдевший, думаю, что такое Потом он льет на руку водку На волосы, делает себе что-то такое, шевелюра А это, оказывается, вода А у него просто, он играл отрывок Где он пьяный идет И вот как, я только что с ним разговаривал Был замечательный, трезвый, нормальный человек И вдруг он поднимается на сцену Это какой-то алкаш невероятный И он пошел И вдруг я услышал, как 10 тысяч взяли Это 10 тысяч, они рухнули аплодисментами просто Здравствуйте, Коля Кто это? А это мой друг Коля Я тебя спрашиваю, кто это? Как твоя фамилия? Забыл Актерская биография Леонова началась в театре имени Станиславского Надо сказать, что его работа там Это пример такой трудовой, актерской судьбы Выходы без слов, эпизоды, роли Наконец, главные роли Первым успехом было исполнение роли Лариосика В спектакле «Дни турбиных» Эту роль ему предложил Михаил Яншин Тогдашний руководитель театра Надо сказать, что именно эта роль В свое время принесла успех Самому Михаилу Яншину В давнем, знаменитом МХАТовском спектакле Михаил Яншин был прямым учеником Станиславского И очень требовательно относился к воспитанию актеров В частности, Леонова, которого он высоко ценил Он никогда не хвалил Больше того, он его нещадно ругал И ругал в первую очередь тогда, когда их спектакли шли наиболее успешно Яншин однажды к нему подошел и говорит Женя, тебя тут проводили аплодисментами Посмотри, может быть, что-то здесь не так Может быть, это что-то неправильно Что, не одавляете, коллега? Напрасно Народ меня любит Я им зрелищ, а не мне хлеба Женя прошел в этом театре Станиславского Путь от исполнителя эпизодических ролей До ведущего артиста Ему все было очень дорого И не случайно, когда, проработав 18 лет в этом театре Он получил приглашение от главного режиссера театра имени Маяковского Андрея Александровича Гончарова Который был его учителем по театральному училищу И он звал его в Большой академический театр На замечательные ведущие роли Евгений Павлович почти год колебался, сомневался Потому что его душа, так сказать, принадлежала театру Станиславского Жизнь не отличается, а люди в нем актеры Вот как вы сейчас все это умно подметили Это не я, а балдуй Это Шекспир, безграмотность российская В театре Маяковского Евгений Леонов проработал недолго Шесть сезонов Формальным поводом для ухода послужило участие Евгения Павловича в рекламе В рекламе рыбы на татине Надо сказать, что и сейчас участие известных актеров в рекламе вызывает чувство неоднозначное А уж тогда, в середине 70-х, это позволило Андрею Александровичу Гончарову, руководителю театра Сделать несколько саркастических замечаний по этому поводу Причем сделал это было публично, на труппе Надо сказать, что актеры театра Маяковского, зная характер Андрея Александровича Гончарова И ценя его огромный талант, прощали ему очень многое Наверное, Евгений Павлович мог бы смирить гордыню и как-то пережить этот момент Но его к тому времени уже позвал к себе Марк Анатольевич Захаров Который как раз в это время только что возглавил театр имени Ленинского комсомола Но что такое театр Ленинского комсомола для нас, живших в середине 70-х годов? Трудно объяснить словами, что означает для нас название...